В новых автобусах Сызрани увидели сходство с Лиазами из советских времен. Старший механик Олег Куприянов, старейший специалист в муниципальном автотранспортном предприятии, потому что устроился в современный спад в год его основания. Раньше Олег работал водителем и сравнивает новый паз с Лиазом 677, у которого была просторная задняя площадка для пассажиров. Это для мамочек с детскими колясками будет удобно. Вдобавок на современный лад большая площадка паза оснащена раздвижным пандусом для инвалидов. В Лиазах такого не было. Задняя площадка позволяет перевозить пассажиров с ограниченными способностями, то есть на коляске. Есть пандус специальный, по которому инвалидная коляска будет заезжать в задний отсек автобуса. Шесть автобусов паз приобрели в мае 23 года для частичного обновления изношенного автопарка Спадп. Ключи от новой техники вручил водителям губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новинки имеют удлиненный салон почти 8 метров и кресло повышенной комфортности. В салоне можно перевезти 55 человек, но пока в рейс автобусы не выходят. Каждый автобус должен получить паспорт транспорта безопасности, на что тоже необходимо время. Это процесс долгий и он занимает достаточно серьезное время. Почему? Потому что эти автобусы после создания паспортов безопасности должны будут включены в реестр Росавтодора. И после того, как они появятся в реестр Росавтодора, только после этого тогда можно будет эти машины эксплуатировать. Только что новая техника прошла регистрацию в ГИБДД. Но еще предстоит дооснащение новых автобусов системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС. В кабинах ставят тахографы для контроля за режимом работы водителя. Как только регистрацию завершат, новые автобусы выйдут в рейсы по маршрутам 1, 4, 7, 8, 30 и 33. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально.